Владимир Колокольцев встретился с семьями сотрудников, погибших при выполнении служебных обязанностей. На мероприятии присутствовали отцы, матери, вдовы и дети погибших полицейских из 33 регионов Российской Федерации. Министр отметил, что борьба с преступностью всегда была связана с риском для жизни. В текущем году при исполнении служебных обязанностей у нас погибло 37 наших сотрудников и более 1300 получили ранения. Разные были обстоятельства, в разное время погибли наши сослуживцы, но их объединяет одно. Они до конца выполнили свой служебный долг, до конца остались верны своей присяге. В числе приглашенных отцы старших сержантов полиции Владимира Горского и Кайрата Рахметова, которые 19 мая этого года приняли бой и погибли в схватке с напавшими на храм Архангела Михаила в городе Грозный. Владимир Путин подписал указ о награждении этих полицейских орденами мужества посмертно. Шел молебень, народу было много, детей много было, женщин много было. Вот услышал вот этот хлопок, выстрел выскочил. Ну, вот как понял, а тут уже стрельба пошла. Я думал, он погиб сын в первые минуты. А оказывается, он додержался до прихода помощи. Сын Надежды Тангиной геройски погиб в Чечне. Ему было 25 лет. Сейчас в его честь назвали школу в Хабаровске, в которой учился полицейский. Ну, он был очень порядочный, честный. Ну, быковенный мальчишка. Учился, ну так, вначале хорошо учился, а когда был отличником, потом чужой съехал. Любил очень футбол, в школе постоянно на стадионе был. Вот, любил очень много читать. Любил книги приключений больше всего. Сейчас под патронажем МВД России около 12 тысяч семей. Владимир Колокольцев передал родственникам героев государственные награды. Участники встречи почтили память всех погибших сотрудников органов внутренних дел минутой молчания.